Министерство культуры и администрации Чебоксар составили дорожную карту по реализации проекта «Этническая Чувашия». Напомним, что во время одной из недавних инспекций главы региона подрядчикам указали на отставание от графика. Реализация приоритетного проекта началась пять лет назад. Все бюджетные обязательства республика выполнила. За счет региона были проложены необходимые коммуникации и автомобильная дорога, возведена котельная. Со своей стороны инвесторы должны вложить порядка 7 миллиардов в развитие этнокомплекса. Сейчас работы на объекте затягиваются. Министерство культуры поручено наладить контроль за реализацией проекта. Александр Геннадьевич, я дал вам задание, соответственно, вы дорожную карту на сегодняшний день сделали, потому что предприниматели, когда я был, в лице три группы, опять начинают задавать вопросы. Вот то здание, тот объект, который красиво строится с правой стороны на Афанасьево, это чисто частный бизнес. На благоустройство начинают дополнительные средства предусмотреть. Была бы школа, мы бы благоустроили. У них аппетиты слишком так. Я ему говорю, соответственно, он опять начинает, да вот, на металл. Я говорю, объект ликвидный, ликвидный. Спрос есть, есть. Так, говорю, найдите средства и благоустройте, чтобы этот объект заработал. До 1 ноября должен быть завершен и третий этап реконструкции Московской набережной. Подрядчикам необходимо уложить брусчатку, установить ограждения и фонари. Михаил Игнатьев предложил поднять вопрос и по переименованию набережной. Ветераны и жители города мне задают уже не первый раз, хотя я сказал, сейчас публично еще озвучу, почему Московская набережная. Понятно, там Московский район, можно ответить, и Московская набережная. Но это звучит, может быть, не совсем корректно. Поэтому по названию набережной вы голосование проводите. Я, Михаил Вадимович, тоже дала задание с учетом всех тех технологий и как люди бы хотели его назвать. Продолжение следует...